Вчера пошла на работу утром в полдевятого, вышла, увидела, вот здесь вот окнами лежит лист железа с нашей крыши. На фото, которое Галина сделала в то утро, четко видно. Огромный шестиметровый лист железа на земле и еще целая пачка наверху на крыше. Видимо, дожидается очередного порыва ветра. Впрочем, все время ждать угрозы сверху жильцы уже привыкли. После ремонта крыши такое было не раз. Вот и сейчас интервью прервал жуткий грохот. Характеристики и прочее. Вот, посмотрите, видите, вот только что сейчас свалилось. Вот буквально сейчас прямо на наших глазах откуда-то сверху рухнул вот такой основательный кусок штукатурки. Но жильцы говорят, что к такому камнепаду они, в общем-то, уже привыкли. Это здесь происходит постоянно. Гораздо страшнее, когда начинается листопад. То есть с кровли начинают прямо на землю слетать железные листы. Из-за этого многоэтажку в окрестностях уже называют домом убийцей. Сначала упала пачка листов вот с той стороны, со стороны реки. Потом, значит, к церкви унесло два листа больших. То есть с возможностью вообще просто убить кого-то сто процентов. Все началось после, казалось бы, долгожданного события. Жильцы дома по набережной 6-й армии 207А полтора года судились с коммунальщиками и добились для Сталинки с полувековой историей капитального ремонта. Фасад, канализация, электрика, крыша. Как раз последний пункт и стал главной проблемой. В уже отремонтированной кровли сквозные дыры и щели. Крыша промокает насквозь. Приходили, показывали. Мы стянем. Вот как можно стянуть лист. Вот это меня удивляет. Это ж не ткань, ничего. Она внахлёст должна, чтобы вода не попадала. В багаже жильцов целая пачка листов с ответами. Прокуратура, судебные приставы, подрядчики и, конечно, заказчик ремонта. МАУ Управление городского хозяйства Вологды. От них ответ один. Ремонт завершён, все недостатки устранили ещё летом. Последний раз на крышу вместе с представителями всех этих организаций мы поднимались где-то, наверное, в начале лета. То есть всё лето прошло, осень заканчивается, а воз и ныне там. О проблемах знаем, заявили нам сегодня и в городской администрации. Пояснили, ремонт на этом доме ещё не закончен. И работу комиссия ещё не принимала. И в таком виде она и принята не будет. Если сейчас в процессе приёмки и производства работ будут выявлены недостатки, они будут устранены, и в процессе также будут соблюдаться гарантийные обязательства на данные виды работы. Это заверение со стороны подрядчика нами получено. Кстати, приёмка назначена на 29 ноября, так что на устранение всех огрехов у строителей осталось не так уж много времени. Мария Помилова, Николай Замараев, Новости Вологды.